МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пользовался условием договора, согласно которому он может вернуть форварда в любой момент. Между тем, права в КХЛ на 19-летнего нападающего остаются утрактором. Коллектив хоккейного клуба желает нападающему спортивных успехов, результативности и здоровья на пути к достижению всех поставленных целей. Сам Виталий Кравцов попрощался с клубом, партнерами по команде и болельщиками в социальных сетях. Хотелось бы сказать болельщикам большое спасибо за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период. Поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал и, конечно же, игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и без травм, а болельщикам терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За черной полосой всегда идет белое. После возвращения в континентальную хоккейную лигу форвард успел провести за трактор 11 матчей, отметился тремя очками. А также провел три игры в КХЛ за Челмет, набрав два балла. Обратите внимание на тренировку. Ребят, должен идти сочный пас. У нас много брак в общем в играх, отдаем плохие передачи. Поэтому уделите внимание. Открытую тренировку сегодня черно-белые проводят уже без своего нападающего Виталия Кравцова. Для многих, в том числе главного тренера команды Владимира Юрзинова, его отъезд оказался неожиданным. Ну, конечно, мы планировали возвращать его из Челмета. И, в общем-то, он вернулся в команду вчера. Для меня немножко самого неожиданности было. Это решение Виталия. И я со своей стороны очень хочу, чтобы он как игрок развивался, и чтобы у него все получилось, и он добился того, к чему он стремится. Первая в недельной паузе тренировка проходит в расширенном составе с приглашением восьми игроков Челмета. Они в форме желтого цвета. Гатии Тулин, Тридчиков, Тертышный. Молодые и опытные хоккеисты выполняют задания тренера, направленные на взаимодействие пятерок и налаживание командной игры. Что-то сказать, обстановка не из легких, да, все тут криви душой. Просто выходить на каждый матч на победу. Нам нужна серия побед, и мы можем все выправить, нам все по силам. И верить в команду и наших болельщиков, призывая нас поддерживать, у нас все обязательно получится. Новичок трактора Станислав Галимов сыграл за черно-белых пока один матч. Говорит, что после большой паузы, связанной с прошлогодней травмой, надо срочно набирать форму. Результат занятий налицо после тренировки под ручьем. Семь месяцев практически ничего не делал, до сих пор восстанавливаю кондиции. На каждой тренировке выкладываюсь на 100%, даже на 200%. До окончания регулярного чемпионата КХЛ трактору осталось сыграть еще 24 матча. И ближайший команда проведет 19 декабря на своей арене с соседом по турнирной таблице – Хабаровским Амуром. Челябинск встречает матч звезд по баскетболу, посвященный в этом году памяти заслуженного тренера России Юрия Перминова, основателя и главного наставника женской команды Суперлиги «Славянка». На паркете Дворца пионеров и школьников встретились его бывшие игроки и известные персоны областного центра. Подробности у Валерия Киченко. Ему слово. До недавнего времени этот турнир был матчем звезд с участием мужских команд. Сегодня товарищеские встречи женской сборной с мужской объединило имя Юрия Перминова, который отдал баскетболу 50 лет жизни в роли тренера мужских и женских команд. Отсюда и девиз матча «Мы в одной команде». А для детища Перминова клуба «Славянка» – это команда молодости нашей. Хочется еще раз вспомнить его с теплотой, с душевной. И огромное спасибо выразить ему. Это часть меня – баскетбол. Я вот часть моей жизни. Это мое хобби на сегодняшний день. Это моя жизнь. В товарищском поединке памяти Юрия Перминова встретились бывшие игроки женской команды Суперлиги «Славянка» и известные персоны Челябинска. Среди них – экс-телеведущий Ян Пастухов и актер сериала «Саша Таня» шоумен Арсен Карапетян. Обе команды показали красивую игру и порадовали многочисленных зрителей эффектными бросками. В этом году восьмой по счету праздник. В рамках этого мероприятия мы пытаемся собрать деньги на поддержку баскетбольной школы города, отдельно взятых команд, в общем, на развитие баскетбола. Средства от продажи сувенирной баскетбольной продукции, вырученной во время аукциона, пойдут на командирование областной женской сборной на межрегиональные соревнования. И к другим темам. Южноуральские журналисты получают заслуженные награды по итогам областного конкурса работ на лучшее освещение спортивных мероприятий в регионе. Среди победителей и призеров – четверо представителей медиахолдинга ОТВ. Яна Владимировна, город Челябинск, областное телевидение. Материал «Две сны» на Даганайе. Репортаж о посещении Лимки Ископликовой Светланы Ишпуратовой до дворца Даганай в городе Златоушке. Также победителем в номинации «Спорт без границ» становится Валерий Китченко. Второе место в номинации «Герои прошлого кубнира настоящего» занимает Александр Захаров. Артур Ишпулатов оказывается третьим в номинации «Спортивная столица». Мы прекрасно знаем, что ОТВ у нас среди лидеров регионального телевидения. Конечно же, там работают профессионалы своего дела. Поэтому не случайно, что среди победителей у нас очень много представителей областного телевидения. На данном случае четыре человека. Добавлю, что в этом году в профессиональном конкурсе участвовали 47 журналистов из 12 муниципальных образований. Они представили в пяти номинациях более 90 работ. Дипломы, конкурсы и премии достались представителям СМИ из Челябинска, Снежинска, Коркино, Трехгорного, Чебаркуля, Копейска и Озерском. На сегодня это все. Далее происшествия. В Варне произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу четыре машины. Кто пострадал, знает Елизавета Болдырева. Не переключайтесь, а я желаю вам хороших выходных и без происшествий.